Нас достаточно логично упрекают в том, что в погоне за коммерцией мы вынуждены проходить мимо вещей интересных. Конечно, телевидение, а провинциальное в особенности, не в силах осуществлять регулярные тематические передачи в мирах и странах, доступных к вылету не только из Магнитогорска. И вопрос не в возможности местных журналистов творить не хуже московских. Нет, здесь вообще проще работать на позитиве и, выражаясь понятным и доступным 350 тысячам граждан языком, быть и популярным, и востребованным. Если разговор, предшествующий нашему очередному путешествию, мы ведем на фоне благополучной и сытой Москвы, открывающей для нас возможность путешествовать по всему миру, то это только потому, что, сравнивая многочисленные показатели, цены жилья и доступности и подхода жизни, скажем, жить у нас проще и дороже одновременно, а зарабатывать и путешествовать сложнее. И если для среднего москвича, очарованного внеземными ценами на недвижимость, бесконечная гонка за квадратными метрами уже не цель в жизни, то почему бы не пожить свой кайф и не попутешествовать? Да и мы, поняв, что бегать за девушками и за трамваями бессмысленно, решили рвануть куда подальше, а точнее, куда мечтали давно. В страну одного из первых туристических направлений, в любовь новых русских 90-х годов прошлого века, Таиланд. И сразу скажем, это не самое развитое направление с вылетом из провинции типа Магнитогорск. Магнитогорск – это вообще чудо. Цена внутреннего авиарейса до Москвы в два, то и в три раза дороже, чем из Уфы или Челябинска. А ведь только Москва, к сожалению, предлагает нам все направления. И как достала эта централизация. Но по цене четверки турецкой на двоих удалось воплотить Жонину, да и мою мечту. И вот, проехав в неспешном порядке в любимом дизельном Винни-Пухе до Уфы, повалявшись в пустом аэропорту до утра, благо дивный напиток из солда и хмеля и персональный DVD-шник сгладил дискомфорт, мы спокойненько, а главное, дешево прилетели в столицу. Пошатались по центру, сняли для архива свежий материал, посмотрели, как оборудуются современные НТВ-шные ПТСки, поглазили на съемки какого-то там кино. В общем, успев сделать многое, сели в привычный нам по поездке в Индию Боинг 747-400 от Трансайера. И спустя 9 часов вполне комфортного полета, сдобренного продукцией домодедовской Дьюти-Фри, утром дня следующего, маленько пошалив съемка из садящегося самолета, приземлились в аэропорту Бангкок. Субтитры создавал DimaTorzok Дивный Восток становится еще более дивным, четко привязывая себя к доллару. В зону евро ехать после посещения Онова как-то не тянет, но нет желания платить за самую мелкую мелочь в еврик, нет и все. Здесь, в Таиланде, учитывая примерно такое же соотношение рубля к бату, как и рубля к рупии в Индии, в течение всего отдыха чувствуешь себя человеком. Но о ценах попозже, хотя цена вопроса с вылетом типа в сезон дождей на двоих это 42 тысячи рублей, на 11 дней. И в этой стране сидеть в отеле вы будете только за завтраком, потому как здесь просто необходимо путешествовать. Кстати, почему мы поехали не зимой и не в сезон типа туристический? Здесь все просто. Побывав в Индии, мы узнали, что в начале лета, когда туристический поток ниже и цены ниже, и честно говоря, летать из климата в климат, то есть из зимы в лето, а затем заболевать и мерзнуть несколько достало. Вот поэтому Таиланд и в сезон дождей. Хотя дождь мы увидели только один раз ночью и один раз по дороге в Бангкок. Можно было с самого начала в вас прессануть экономической составляющей нашей поездки, но сделаем это, как всегда, в конце повествования, которое будет прерываться многочисленными рекламно-музыкальными паузами. И вернемся к вопросу, почему в Таиланде сидеть на месте неохота? Просто из всех стран это отличается сравнительно небольшой территорией, омывается Индийским и Тихим океаном и обладает всеми прелестями субакваториального климата с богатейшей флорой и фауной, а по промышленному развитию тут вообще говорить не приходится. Наверное, поэтому здесь реально есть на что посмотреть, и животные – это не только собаки и кошки. Итак, берем, как всегда, токси на день, тыкаем по картинкам, и этот день по длине повествования растянется не на одну минуту, это точно. Конечно, можно путешествовать, да и нужно путешествовать. Только вот ездить, допустим, в Турцию и в Египет, ну не то, что надоело, почему нет. Хорошо и удобно, да, с Магнитогорска вылететь. Но лыжи созданы для того, чтобы путешествовать, посмотреть весь мир. Вот очередная страна, в которую мы приехали – это Таиланд. Поехали мы сюда в сезон дождей. Но кто сказал, что здесь идет дождь? Здесь нет дождя, здесь прекрасная погода, 32 градуса, и это в тени. И этот курортный сезон продолжается круглый год. То есть вы не ограничены только в зимнем, либо летнем отдыхе. И почему мы забыли Таиланд? Да, несколько дороговато, но это того стоит. Не являясь ни биологом, ни флористом, скажу, что поражает. Это количество растительности на единицу жизненного пространства. Причем и живности тут тоже хватает. Если в нашем зоопарке животные в одном экземпляре, то здесь посмотреть есть на что. И вы, и ваш ребенок будут как минимум поражены. Кстати, с большинством экземпляров реально можно сфотографироваться. За весьма скромный гонорар дрессировщику. Здесь вообще доступно все. А когда нет толк туристов, то становится еще и дивно комфортным. Но мы вам обещали музыкальную паузу. Вот она в оригинальном аудиовизуальном сопровождении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все это здесь на крокодиловой ферме. Их тут выращивают и самые одаренные в смысле роста пойдут в выставочный вольер. Самые одаренные в смысле спокойные в крокодиловый цирк, который вы только что видели. Все остальные идут на сумочки и кошельки, а также ремни, которые вы можете здесь же и купить. А если вас не мучить крокодила жадность, то сувениров здесь предостаточно. Наш же первый сувенир лежал в кофре и была эта первая отснятая за первый же день пленка из 36 кадров. Так что выводы по степени насыщенности от Тая делайте сами. Таиланд, с моей точки зрения, совершенно незаслуженное, забытое направление. Да, конечно, неприятно попытаться там ехать через Москву. Но, в принципе, можно поехать и через Екатеринбург, и через Челябинск. Наш любимый, ненаглядный, только с пересадкой в Ташкенте. И что бы хотелось сказать в окончании первой экскурсии. Действительно интересно. Действительно, время дождей, это, пожалуй, самое благодатное время. Действительно, немножко устали от путешествий с сезона в сезон, климата в климат. Но, когда в Магнитогорске 10 градусов тепла, здесь 32, и это только в тени. А что на солнце творится? Ну, а на солнце качественный загар и море удовольствия. И, кстати, здесь все очень-очень дешево. Уж чего-чего, а живности в Таиланде предостаточно. Хотя в туристической зоне ее, в принципе, быть не может. Но из джунглей в Паттаях собрано ни одно коллекционное здание. Кстати, в этом климате и флора тоже. Ничего себе. Если, к примеру, на территории отеля вы не увидите турецких садов Семирамиды, то подивиться на всю тропическую или экваториальную прелесть можно в специализированных парках, посещать которые вы можете как в компании, так и индивидуально на такси. Что значительно дешевле. Конечно, при условии довольно глубокого познания английского языка. Потому как ваш примитивный школьный никто не поймет, а из познания высшей школы необходимо исключить все времена и обороты, используя максимально простой язык. Вот тогда все будет окей. К сожалению, и это факт, за одну поездку вы весь Таиланд не увидите. И всего не пересмотрите. Сюда надо ехать не на неделю и не один раз. Мы, конечно, попытались, и не безуспешного видеть многое, но успеть сделать все в один заход совершенно невозможно. И не один раз пришлось кусать локти, и не одну энергоемкую батарею засадить. И потому в представлении с рептилиями участвуют всего два героя. Упитанный питон и упитанный Леха. Потрясающее удовольствие. Вы знаете, мы были в Индии. Вот там я испытывал такое странное ощущение, как будто меня только что должно укусить животное. Но этот питон, конечно, не ядовитый. Но вы знаете, ради этого стоит приехать в Таиланд. Чтобы вот так вот в компанию большого количества друзей и доброжелательных людей. Просто не спеша взять такси, допустим, за 1200 бат, и кататься целый день. При этом посмотреть все. А что нас ждет впереди? Ну, после общения с этим питоном, я даже не представляю, что вам можно будет рассказать дальше. Но я думаю, будет интересно. Ну ладно, гадов ползучих. Я теперь люблю не меньше гадов хвостатоволосатых. И завести и привезти таких в условиях хладновастых квартир, конечно, не представляется возможность. Но вам представляется возможность круглый год получать удовольствие от созерцания, к примеру, парка цветов, куда мы, подзарядив аккумулятор, и плотненько перекусив, отправились. В очередной раз замечу, ничего подобного ранее видеть не приходилось. И не жалко денег за входные билеты, которые идут на поддержание чудо-природы в идеальных условиях. Взяв простую карту, здесь можно провести не спеша весь день. Если бабочек в большом количестве, в специализированном бабочкам в вольере, да есть здесь и такой, мы не увидели, то вот звери здесь бродят свободно и в большом количестве. Но о них чуть позже. Конкретнее о парке. Этот экопарк, не путать с магнитогорским экопарком, имеет примерно такую же территорию. Но в этом экопарке, и музеи, и пункты питания, и вся растительность, экваториальная, щедро политая солнцем и дождями зоны. Вот здесь, наверное, располагаются легкие планеты. Конечно, труда, подобное создать, требовалось неименоверное количество. И тут только начинаешь понимать, насколько этот народ любит свою землю. И умеет за ней ухаживать. При этом делая все с улыбкой и без фанатизма. Здесь вообще не чувствуешь напряжения, а отдыхаешь, удивляясь и ни о чем не задумываясь. Конечно, это не отдых в стиле индийского Гоа. Здесь по-другому. Здесь постоянно интересно. Интересно, к примеру, с высоты крон деревьев взглянуть на джунгли и почувствовать себя Тарзаном и Маугури. Ну что ж, мы или мы в разных странах, нам очень понравилась Турция, великолепный Египет, но нигде столько зелени нет. Конечно же, были мы и в Индии. Там зелени примерно столько же, но вот качество и отношение ко всему. Здесь же, благодаря присутствию американских войск, деньги были вложены вполне понятно куда. И вы знаете, даже летом, таким холодным, отечественным летом, приезжать в Таиланд я бы вам крайне рекомендовал. Сколько удовольствия стоит? И стоит ли ехать в пятерку? Можете поехать и в пятерку, но вот мы, допустим, второй день в 3 с плюсом, в центре Паттайи, просто супер. Да. С учетом того, что я покрываюсь потом уже десятый раз подряд, и моя лысина наверняка завтра уже подгорит, я чувствую, что впечатлений здесь будет много. А потому как мы умудрились за первые два дня, точнее за полтора дня пребывания в Таиланде умотать уже одну видеопленку и целиком рулон фотопленок. Сами подумайте, сколько материала. И это только начало нашего путешествия. Каждого или почти каждого рано или поздно охватывает мысль о близости с природой. Но в России живую природу увидеть достаточно сложно. И даже если вы профессиональный охотник и не менее профессиональный рыбак, то в первом случае на дичь вы насмотрите с расстояния, на живую вблизи нет. Рыбак рыбу, конечно, ощущает, ему везет больше. Здесь возможно прямое общение с животными. И с рыбами, и с птицами. И они здесь не выглядят зачухано замученными тысячекилометровыми переездами зоопарков. Они здесь в своих привычных условиях. Если попугаи в других зонах это все-таки экзотика, то здесь они полноправные члены жизненного процесса. Настырные члены. В Таиланде так получается? Частенько что-то забываешь. Но тем не менее. Эх. Вот меня уже пощипают за все части тела. А это уже чемпионат мира для программы «Дом, милый дом». Посмотрите. Со сколькими людьми, а точнее со сколькими птицами мне приходится общаться. Я вам серьезно рекомендую. Возьмите немножко, а точнее побольше денег. Ну, в смысле, немножко дебаток, а побольше вот надо уже. Аккумуляторов. Вот. И вот меня даже снизу атакуют. И уши-то мне пощипывают. Ай-яй-яй. Так вот, ребята. Больше аккумуляторов, больше пленки и море удовольствия. И не жалеете денег. Хотя все не стоит достаточно дешево. А вот сверху уже пошел искусственный дождь. Кстати, живой интерес к вам, к посетителям. Здесь проявляют буквально вся живность. Нет, не в смысле попробовать на вкус. Хотя в клетку с тиграми я не ходил. Может, у них другое мнение. Здесь животные ручные. И за символическую сумму в 20 бат, примерно 17-18 рублей, вас окружат таким четвероногим вниманием, какого вы еще не испытывали. Дивно-прелестная картина, продолжение которой вас ждет после исторического представления с глубокой трансформацией сцены, коего в полном объеме вам хватит минут на 40 впечатлений. Здесь вообще впечатлений море. Но с камерой высокого разрешения делать нечего. Уж кому-кому, а тайцам об этом знать. Ибо многие костюмы и танцы довольно бессовестным образом спираются различными шоу, коих в Таиланде много. И в Баттаях, и на Пхукете. Тут понимаешь, откуда пошло слово пиратство. Поэтому, продемонстрировав вам совершенно потрясающие костюмы, которым может позавидовать любой провинциальный и не только театр, мы перейдем к актерам, которым костюмы не нужны. Башить костюмы таких размеров не представляется возможным. Актеры – это, разумеется, четвероногие. Да какие! Это цирк слонов. И представьтесь, их на арене добых два десятка. И что они умеют, удивляют. Лично меня поразила ловкость, с которой выпрашиваемые 20 бат с помощью удивительного гибкого и ловкого хобота перекочевали в карман дрессировщиков. Еще раз напомню, это страна обалденного семейного отдыха. Если такие эмоции это вызывает у взрослых, то представьте реакцию детей. Ну а мы опрессовку дня второго закончили в аквариуме. Вроде до моря океана несколько километров, а как чудно придумано. Вы погружаетесь безо всяких приспособлений в водный мир. И чем глубже ваше погружение, тем больше эмоций. Тут и скаты, и акулы, и... И не буду перечислять, только позволю озвучить совет. Если у вас нет желания попадать на групповой надоедливый тусняк, то все то дивное чудо, которое вы видели только что, располагается вдоль основного двухстороннего хайвея из Бангкока на юг. И вам, в принципе, достаточно договориться с таксистом о по часовой оплате. И все, с севера на юг Паттайя, либо в обратном направлении, не спеша и не напрягаясь. Останавливаетесь и видите все. Благо указатели дублируются на английском языке. Но это мы узнали не в первый день, так же как не знаю как, но оказывается, можно так мужика перекроить, что финальная фраза, типа догадайтесь, кто здесь мужчина, а кто женщина, становится неразрешимой загадкой. К сожалению, в некоторые места в Таиланде вас с камерой не пустят. И в некоторые с детьми лучше не ходить, иначе не нужных для молодого поколения вопросов, из которых самый безобидный, а почему это тетя выше тебя, папа, не избежать. Ну, сложно молодому поколению объяснять вывихи человеческой психики. Поэтому пойти посмотреть Альказар или Тиффани Шоу лучше вдвоем. Куда при этом детей девать, я лично понятия не имею, но посмотреть стоит однозначно. Телевизионщиков такими приколами удивить, конечно, сложно, но я был поражен и костюмами, и декорацией, и акустикой. Ничего подобного и настолько продуманного, честно говоря, не видел. Потрясение вызывает техническое оборудование, свет, звук. И такого вы не слышали, если не предшествовали, конечно, в Поволжье или не покупали акустику по саунде. Деньги и немалые вложены в свет и в костюмы. И нигде прежде я лично не испытывал удовольствия от такой стопроцентной фанеры. Цена входного билета колеблется от 1000 до 1500 рублей. Их совершенно не жалко. А совместно распитые с дружественными таксистами виски гарантируют лучшие места, а не те, которые по дешевке скупают гиды. Если нет желания платить из-за такси до Северного Паттайи, можно добраться на маршрутке. А Лакарн Шоу располагается недалече от южного супермаркета Биг Си. Да, и не покупайте русскоязычную карту Паттайи. Там ни одно это место, разумеется, не указано. Здесь вообще реально можно сэкономить на экскурсиях, и перешествие в Таиланд не окажется таким уж ушибающим семейный бюджет. Теперь про то, куда можно отправиться, но мы не поехали. Это на острова. Можно туда прокатиться группой за кругленькую сумму, а можно и за 15 рублей на речных трамвайчиках, уходящих с центрального пирса. Возможно, в сезон, то есть зимой при полных пляжах эта тема и актуальна. Мы же не в сезон, который, кстати, продолжается с апреля по ноябрь, были не обделены вниманием солнца, 35-ти градусным теплом и 28-ми градусным морем и крайне низкими ценами на все. И вот, наконец, на второй день нашего пребывания в Таиланде на замечательном курорте Паттайи, мы решили помочить ножки в Бенгальском заливе. Бенгальский залив, он напрямую выходит в Тихий океан. Поэтому, вот сами подумайте, какой здесь приливчик. Если мы сейчас находимся в момент отлива и вот только что завелись лодки, а значит, идет волна. Вот, собственно говоря, и объяснение тому, что тут случилось буквально 2-3 года назад. Ну, помните, цунами, да? Только то была другая сторона Таиланда, которая выходит в Индийский океан. А здесь здесь ничего не случилось и вряд ли случится. Почему народ не ездит в Таиланд? Я не совсем понимаю, мне понравилось. И почему здесь такое небольшое количество русских туристов? Все очень просто. Мы почему-то начали считать денежки или бы сильно устаем, потому как, ну, да, 8-9 часов перелет немножко сложновато. Но, но зато здесь всегда гарантированный вот такой вот замечательный теплый океан, из которого можно и не вылазить. А сейчас, а сейчас мы дождемся хорошей волны, я вам покажу, чем я тут собираюсь заниматься. Это действительно серьезный взрослый экстрим. Теперь и для начала про адреналин тайского разлива. Ну, шоу со змеями, это первая ступень. Другое шоу у нас начинается. Конечно, можно напрячься и прикупить себе водный мотоцикл и здесь, на Южном Урале, погонять. Но там, в Таиланде, за 600 рублей, за полчаса это можно сделать проще. Водные мотоциклы дают вам дивные ощущения и дивные перегрузки, последствия которых можно почувствовать и на следующий день, и при монтаже этого фильма через 3 месяца. Если надорванные руки и отбитая задница начинают себе давать знать сразу же, то деформация купальных шорт первоначально вроде и незаметна. Так, элементарная техника безопасности по-таиландски. Вот пункт так. Вообще, все дешево стоит. Вот мы сейчас взяли на полчаса переводим на рубли. Сумма эквивалентно 700 рублям. То есть, выгодно, ездить? В Таиланд, ну, сезон дождей. Где они, там, непонятно. Ну что ж, теперь еще немножко экстремно. На пассажок, скажем так. Погнали! И небольшой ахтунг. Надо быть твердо уверенным в своих драйверских возможностях, прежде чем вытворять подобное. Глубина воды здесь была не более метра и так крутиться лучше всего и безопаснее на тех самых островах. Здесь же можно запросто воткнуться в припаркованный катер или лодку и попасть на приобретение двух тайских плавающих средств в подсходной цене. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Да может быть даже и 30. Так и вдвойне вкуснее. Ну что, приезжайте сюда в чудный город Паттайя что, в Таиланде, разумеется. Теперь про сервис и про пляж. И это не Турция, это не Египет и не Индия. Здесь свой колорит. Нет пляжей у отелей на манер турецких и египетских. Соответственно, нет необходимости носить маркеры. Дайвинг есть, но в открытом море. Шезлонги стоят небольших денег, а не бутылку пива, как в Индии, например. Пляжный сервис, ну не в сезон, по крайней мере, показался навязчивым. И думается, в сезон крайне симпатичная девушка с округлыми формами, как и не самый симпатичный лысовато-толстоватый крендель, не будут привлекать к себе столько внимания. Но нам было приятно покушать только что приготовленных кальмаров и купить качественного холодного пивка с королевскими креветками и оттянуться фруктами и заплатить за все 300 рублей. Если вы были этим летом на пляже Юбилейного или в Сочах, то больше мне вам ничего объяснять не надо. Да, ребята, подчас низменное чувство зависти. Именно оно вас побуждает к тому, что вы двигались, зарабатывали чуть больше денег, чем остальные. Ну, в данном конкретном случае мы решили деньги не заработать, а сэкономить. Сами подумайте. Общая стоимость поездки обошлась на, ну, примерно вместе с полетом до Москвы из Уфы и обратно, ну, 60 тысяч рублей. Нормально, да? В Таиланд. В начале летом утонуться. Вот. А теперь дальше держитесь за животик и подумайте сами, что на озере Банум вы, конечно, не сможете поесть шашлык из кальмаров. Примерно за 80 рублей. Вот порция. Вы, конечно, не сможете покушать ананас за 20 рублей, по весу четкое полкило, сердце дракона, ну, это поменьше, и свежую папайю. Да, если вы обратите внимание, почему приятно в сезон путешествовать, так скажем, ну, не в зиму ехать в Таиланд, потому что на пляже, вот, по крайней мере, вот здесь вот, мы одни. Соответственно, цены более чем низкие, удовольствие более чем большое. Так что думайте, соображайте. И хотите делать, как мы, можете сделать и лучше, чем мы. Чудная работа на телевидении гласит. Вы за очень быстро можете посмотреть многое. Есть еще одно. Вы быстрее перемещаетесь. И главное, вы очень быстро начинаете говорить, причем на нескольких языках. То, куда и зачем мы поехали, на этот раз, это река Квай. Зачем мы поехали? Попросил нас основатель сети автостекло у Альберта, Альберт Павлов, найти то, что было где-то и настраивалось на спирту. Просто, когда их собирали, их везли сюда в группе. И они покупали ту самую фигню, которую я затем купил прямо рядышком с домом. Это называется туристический пополос. А затем, ну не знаю как, им надели нагрудные жилеты и они поплыли. Я тут-то недавно увидел немаленького крокодила в Индии. И понимаю, конечно, что всех там крокодилов разводят на ферме, но помнится, был там ливень немаленький и думаю, кто-то мог и слинять. Поэтому, ссорь, без такого геморроя. Но, что же такое река Квай? Тезис о том, что в Таиланде надо путешествовать, имеет место быть. И он сегодня у нас реализован. Вот мы взяли так, все спокойненько и поехали туда, где писалась, ну, не самая лучшая страница из истории Таиланда. Дело в том, что и по этой чудо-стране прокатилась Вторая мировая война. и вот этот мост через реку Квай. Здесь бились и бились не на шутку. И вот как память о Второй мировой войне. две 500-килограммовые бомбы. То есть досталось тайландцам не по-детски. Но сейчас сейчас это место паломничества туристов. Дело в том, что похоронено здесь народу очень много. И при строительстве этого моста погибло людей достаточно. Но, как вы видите, получилось очень красивое местечко, куда просто необходимо приехать. Теперь, что касается того, как это сделать легко и просто. мы лично для себя выбрали чисто прикол от автостопа или от программы «Теперь уже дом, милый дом». Потому как знаем, с кем он когда путешествовать. И все получилось просто замечательно. 3800 бат и наш личный такси. Хоть иногда то у меня должен быть личный водитель. Так вот, здесь в бытность Второй мировой войны японцы построили дорогу. И, конечно, никто никому не объяснял, сколько у нас людей лежало повсюду. И сколько мы бились с фашистами. Но в любом месте боя Россия, точнее тогда СССР, мы положили и себя, и тех, кто нас захватил в разы больше. Да, здесь были битвы. Да, что и американцы, и жители Соединенного Королевства, и тайцы, и японцы здесь положили свои головы. Но не так, как у нас. А вот я прадеда своего оставил в 1941 году рядом с Москвой. И дед другой положил часть себя на фронтах Второй мировой. Конечно, здесь клево и ухоженно. Конечно, мы не в состоянии сделать что-то подобное. Но память-то остается. И пусть она в детях моих сидит память про ужасы Второй мировой. Конечно, только сейчас, находясь не в туристической зоне Таиланда. А там, где, собственно говоря, все дело-то происходило. То есть, там Бангкок стоит на реке. Река Квай тоже место такое, где много что происходило. И вот здесь понимаешь, откуда в Таиландсах столько спокойствия. А как еще по-другому жить, когда всего хватает в избытке и солнца, и воды. Да, и даже если брать, к примеру, достаточно дорогое топливо, то стоит оно чуть-чуть дороже, чем у нас. И поэтому грамотный выход. И вот поэтому даже на водных лодочках здесь стоят дизеля. Вот так вот, трубовые дизеля. То есть, если подходить с точки зрения грамотного подхода к сохранению природных ресурсов и экологии, то я Таиланду поставил пятерку. И это без тени сомнения. Да, это так. А что касается мусора, так вы викиньте российский местечковый авторитет. Проедьтесь в любой захолустье и подумайте, кто ссорит. А затем, поняв нас, поменьше каков, сливаете на то место, где жизнь кипела. Да, количество людей здесь всегда было выше, чем у нас. Да, здесь в стране Сианма тоже всего хватало, но эта страна стала первой в Азии, расширившей свои границы для туристов. И честно, сделала она это круто. Честнее, круче только Япония и Сингапур, но там для своих. А здесь и нам-то приколов хватило. А где мы все это обнаружили? А сейчас расскажу. День был другой, и мы с супружницей поехали в то самое место, за которым закончился знак «Добро пожаловать в Паттайю». При этом, знаете, июнь месяц, народу типа нет, типа косяк. Вот только косяком сие не закончилось. преимущество будет шествие в начале июня месяца в Таиланд. Обратите внимание, вроде бы единственный аквапарк в Паттайе, но народу нет, потому что типа не сезон. Опять же, сезон для сейчас Турции, наверное, сезон, но немножко холодноватый, в море вы не покупаетесь 24 часа в сутки, в бассейне тоже. В Таиланде легко, в Египте да, наверное. Но в Таиланде есть определенные вкусовые характеристики, скажем так. Это очень много впечатлений. А теперь, почему мы сюда поехали, почему так решили тронуть на шеф и устроить себе небольшой отрыв. Очень просто, просто надоело. Знаете, программа Дом Милый Дом она посвящена, конечно, не банкам и не нашему отдыху, хотя почему и не отдыху. Но основном она, конечно, посвящена технологии строительства, ремонту. Вот строители не всегда ответственные люди. И порой в самый ответственный же момент, ну, в момент того, как необходимо проводить эфир, они уезжают куда-нибудь отдыхать. Вот мы и решили забить на все и поехать отдыхать в Паттай, то есть в Таиланд. Теперь тот аттракцион, ради которого я, собственно говоря, сюда приехал, заплатил 200 батов на такси, 200 батов стоил в одной билет на двух человек. Много, не много. Я думаю, что дешевле, чем у Липпоста на аквапарке. И вот этот аттракцион, я раньше монтировал, смотрел на него. О том, как он называется чуть позже. Ох! Вы знаете, по-моему, острые ощущения вам будут гарантированно не совмой. Блядь! Блядь! Все, блядь! Тут не место! Да, дело было зашибатое. Везде, где можно и на том, чем хочется. И честно, только не плавал с аквалангом и не поднимался на вершины. А так, все, что доктор прописал, то у меня есть. Теперь, что касается Таиланда. И это, конечно, не Дисней парк, но все то о том, где 90% россиян в обломе, здесь показывается легко. И вот мы когда-то катались и в Самаре на горках, и там была петелька немаленькая, но нормальных горок в Магнитогорске-то и нет. И вряд ли когда-то будет. А вот вам моя мысля. Магнитогорске-то и нет. Их мыслях. Их мыслях. Их мыслях. Таиланда. Магнитогорске-то и нет. Их мыслях. Их мыслях. Продолжение следует... 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 Сейчас будет еще веселее. Ну что, господа? Говорят? Максимум адреналин. Пожалуй, это того стоит. Я думаю, что кто-то, кто держит камеру, хочет что-то попытаться. Нет, не захочет. А надо. Серьезно, я вам говорю. Понятно, да, у нас тоже есть фуникулер. Но путешествие к той сногсшибательной точке у меня лично вызвало множество мыслей. Как то, в нашем фуникулере много перегибов. И развалиться в раз-то не придется. Здесь такого нет. Точка внизу и точка сверху. Офигенное удовольствие, если что. В смысле, если рухнет. И вот с такими мыслями мы начали забираться на верхотуру. Такой работник телевидения не мечтал подняться. Но зато в Магнитогорской телевизионной башне. Почти все мечтали. Вот мы поднимаемся. В центре Паттайя-парк. Конечно, можно остановиться и в таком отеле. Такая столь гораздо дороже. Примерно 2,5 тысячи долларов. Но у вас все включено. Вот такое удовольствие практически каждый день. Итак, высота. 120 метров примерно. Ну, то есть осталось только... Ну, куда еще подняться? Да уж больше никуда. И летать, честно говоря, неохота. Потому что вот мы и взлетели. По мановению волшебной палочки. Ну, всего лишь волшебная палочка обошлась на 400 бат на двух человек. А сейчас будет самое интересное. Ну, с парашюта я вот, допустим, прыгал. А вы прыгали? Сейчас попробуйте. Клевенько так. Высота. Честно, с мыслями сиями высота да побольше. А оно кому-то надо. Я, конечно, понимаю Владимира Высоцкого, но падать вниз да без вопли это как-то не про нас. И вот она радость то. Можно, конечно, и повыше. Но, честно, отсюда и преддверия Бангкока видны. И весь Паттай как на ладони. Ну, а теперь вопрос. Как спуститься? Как подняться вы видели? А вот парашютный спуск. И как оно? Я вам серьезно говорю. Мы отдыхаем на все сто и даже больше. И с огромной высоты и вниз. А? Поехали. Блядь. Краткий комментарий Челейкинского, ну скажем так, прикола. Да, прыгал я с парашютов. Честно говоря, больше-то слов то и нету. Но, приехав сюда, вы должны это попробовать. Нас ждет приземление вот в этой точке. А вы сами понимаете откуда мы прыгали. Так, хотелось бы под конец не сломать ножки. И прокатиться по монорельсовой дорожке. В общем, по-моему, это того стоит. Очень даже неплохо. И вот очередное фото на память. Ну а в завершение этого дня, обгоревшие и уставшие, мы собрались естественно покушать. Да потому, как столько впечатлений-то было. И это естественен опыт всего 4-5 дней. Ну а вопрос, где вкусить, решался легко. Прямо рядом с нашей трешкой, на улице, либо на ресепшн. Ну и вот, наверное, самый логичный способ путешествия в Таиланде по Паттайе, это на такси. Ну, для начала мы выбрали, разумеется, кондиционированные транспортные средства, чтобы было больше удовольствия. Потому что привыкать к жаре надо постепенно. Сейчас немного адаптировались. После посещения Паттайя-парк уже и обгорели все. Честно говоря, даже на такой жаре чисто уральскому пацану и чисто уральской девчонке, конечно, хочется кушать. Но рекомендую ли я вам брать, допустим, мопеды. Движение здесь не такое, как в Индии. Оно успокойнее. Но все равно, несчастных случаев мы видели. И, как правило, опять же, косячат туристы. В большом количестве англичане. Хотя, казалось бы, странно, у них как раз-таки левостороннее движение. Сколько стоит стоимость передвижения по Паттайе? На небольшое расстояние на такси это 100 бат, то бишь, ну, примерно 85-90 рублей. Это расстояние чуть побольше. Ну, такси увеличивается вдвое. И фактически, фактически вот буквально 3-4 дня мы здесь увидели практически всю Паттайю. Ну что ж, не кисленький фильмец-то получился. Но почему он не прошел в эфире? И сейчас объясню. Все дело в том, что рано или поздно человек, хапнувший телевизионного счастья, становится крутым неимоверно. И штаны-то у него от крутизны, и цвета они зеленого, либо малинового. Ну а потом он про счастье ТВ забывает и крутится 2 месяца, а может полгода, ну или год. А потом хоба и счастья-то нету. Вот тут-то то самое и случилось. И вот тут-то надо понимать, что теперь телевизионное счастье меряется в условных единицах, в евро. И это 1000 евро в месяц. А нету так и нефиг строиться. И поэтому фильм-то я собирал в течение 6 лет. Ну да ладно, собрал. И вот вам в довершении сюжета, как мы ездили в Бангкок. Ну вот есть методы изучения английского языка от Илона Давыдовой. Тот английский язык, который они преподавали в школе, в нашей 33-й школе, позволяет мне и моей супруге более или менее объясняться на английском языке с местным населением. Но дело в том, что этого языка-то мне, конечно, хватает. И вы наверняка уже увидели, многое увидите, еще кое-что. Что касается Бангкока. Очень большой город, 15 миллионов человек. И способы перемещения здесь, ну, мы выбрали именно такси. Теперь, а что касается того, чего вы не увидите. Да, честно говоря, храмы, в принципе, однотипные. А когда вы приедете в Таиланд, если вы остановитесь в Бангкоке, у вас будет гораздо больше времени на то, чтобы посмотреть это. Для этого вам достаточно всего лишь купить туристическую карту и прокатиться на метро, либо на тук-туках. И все, пожалуйста, вам изумрудные Будды, лежащие Будды. А вот в центр города нас не пустили, потому что внезапно таиландцы решили забастовать. Так что экспресс-метод по Бангкоку от Алексея Челейкина. И что в центр мы не заехали, и там вообще-то не Майдан. Там, при благосклонной любви к монарху, с успехом сдвигается премьер-министр. Там тепло и все хорошо. Краснорубашечники меняют площадь на желтые верха. Хлоп, и нету премьер-министра. Хлоп, в служителей законно летит газовый баллон. В общем, хлоп, клевая страна. А хотите хлоп, я вам покажу, как устроен президентский дворец. Вот только вас туда с камерой не пустят, а у нас есть возможность на фото снять и вам показать. Ну вот так получилось, что сюда грандиозный дворец. А он действительно грандиозный. Нас в видеокамера не впустили. Поэтому нам приходится довольствоваться съемкой на фото. Ну, в этом-то и наша специфика, что мы даже на фото умеем снимать видео. Ну вот, и я вам на фото покажу, и как понимаю, что на фото снимать-то проще. И фото не забирают у нас, так что с фото можно. А вы и сами поймете, что такое Таиланд. Много, конечно, гадов всяких пинает нас с мыслями-то неверными, но в столице чувствуешь многовековая жизнь и как она должна быть. Да не было у многих счастья на веки вечные. И, конечно, некоторым счастье человеческое чуждо, да и радости-то никакой. А вы вспомните, когда к негров штатам стали относиться с уважением. Когда мы, любя себя, будем относиться к старикам и жителям сел. А чудеса фашизма вертятся и сейчас. Да не было у нас нормы. Да потому что отдельным государством норма-то и не грозит. Потому что в говне вертится фашизм. И это все не очень-то хорошо. Я, конечно, знаю места, где все в шоколаде, но как туда добраться, то... В то место, где не ступала нога страны, толкующей только о том, что она знает демократию. Да стала меня такая страна. Но вот в этой стране с большим для меня удовольствием люди относятся к любви всего моего детства. А это то, на что бы я променял песнину всякую. И вы думаете, что я писака? Да нет. Любовь всей моей жизни это самолеты. Я в Таиланде купил себе то, что сделал на меня самым крутым перцем в магнитке. И пусть это было недолго, но первый полноценный электролёт в городе поднял я. Ну за это хоть немножечко почета дайте, а? Для того, чтобы понять грандиозность Таиланда, достаточно приехать, точнее поискать. И достаточно долго поискать, используя интернет. Вот этот магазин радиоуправляемых самолётов. Такого я не видел нигде. И когда его вижу, непонятно. Ну вот, пожалуйста, Фантом с прямоточным реактивным двигателем. Вот ради чего я приехал в Таиланд и ради чего мы колесили по Бангкоку практически три часа. Да, вот до такого дойти. И нам-то, конечно, это очень далеко. До полётов и практически на сверхзвуке. Хотя очень хочется и в этом-то быть первым. Но вы теперь-то должны понять, кто и как от нас ускакал. И куда ехать-то надо. Да, по всему тайцы сделали всех. По звуку, по музыке, по хобби. Да и везде. И тут начинаешь понимать, что это чудо там, где валены деньги. Куда Америка валила. И это дороги-то, где ценятся свои машины. А то, что везено, стоит блин пасхалей. Так много, что и нам-то не в пору. И я вам расскажу, что старенький Мерс там пять миллионов. И это не шестисотый. Хаты в разы дешевле, чем у нас. И это в Бангкокке. Не помню, как с лечением. Но если там из мужика делают бабу. То лекарства там, естественно, недороги. Я бы сейчас проверил бы и онкологию. Хавка. Да тут все разбирается. Вся. То есть вся курица жареная. Тут ее в оконцовке-то и нет. Фрукты. Да их много. И это надо покушать. Причем фрукты все. Жареные и пареные. Жители моря и озер. Тут же. Да это просто сказка какая-то. Это приехать в Таиланд. Есть определенные особенности тайского гостеприимства. Почему не обязательно ехать туда, где Олан Клюзик. Не обязательно ехать туда, где пять звезд. Сейчас все объясню по порядку. Дело в том, что пока в Магнитогорске от 5 до 10 градусов тепла. Здесь 35. И даже солнечная Турция не имеет таких показателей по температуре. И даже завтраки. Вот такие. Два яичка, салатик и две сосиски. И этого достаточно. Потому что есть много здесь. Ну как бы сложно. А вот пить надо побольше. Все остальное время вы, как правило, не проводите в отеле. И отелей с личными пляжами здесь тоже нет. Поэтому смысл пять за две с половиной тысячи. Либо три за двадцать тысяч рублей. Причем готовят всегда великолепно и вкусно. Здесь нет секьюрити. Ну по крайней мере в нашем отеле. Поэтому приносили мы сюда все, что угодно. Пить здесь можно опять же все, что угодно. И народ местный этим уже и занимается. Ну в отличие от Магнитогорска, например, да. Пиво не обладает строгим димедрольным эффектом. Все, что крепче, тоже не заставляет вам с утра почему-то за печень хвататься. Дальше подумайте. Как здесь реализовывать all-inclusive. То есть постоянное приготовление пищи, когда на улице очень тепло. И вот тут включается закон ГЕСа. С увеличением температуры на 10 градусов скорость химической реакции. Соответственно увеличивается в два раза. Ну сами подумайте. Свежие продукты просто не выдержат постоянного нахождения в локах. Поэтому спокойно выходите. Не перекусить здесь море. Готовят тайцы великолепно. Даже можно и серединку найти. Местечки на дыбле. Морепродукты. Ну мы предпочтили рыбопродукты. И ужин на двоих. Вместе с воодушевляющей жидкостью. Это всего лишь 350 бат. Что по нашему 300 рублей. По-моему более чем демократично. И можно спокойно отдыхать. Тем более типа не в сезон. Когда за все пробывание здесь. Ну дождик был один раз ночью. И вчера немножко накрой пол. А так жаркое солнце. И море удовольствия. Вот чем радует Таиланд. Конечно круто. Конечно хотелось бы еще. Конечно круче только Сингапур, Америка и Япония. Но туда ведь визита нужна. А в Тай нет. И когда-нибудь я возможно путем Ютуба или Вимео. Приглашу и своих жителей магнитки. Посмотреть Тай и второй раз. А может быть и третий. Но почему Ютуб. Да потому что мне походу предстоит жить только там. Где с моей опухолью мозга. Буду справляться. А не хоронить. Так что до скорого. Любимый Тай.